Можете так прямо, находясь внутри собственного тела, продолжать меня слушать. Это очень даже хорошо. Посмотрите сейчас вот на ручку. Посмотрите. Как вам выражение лица ваших соседей? Изменилось что-то? Правда, больше мягкости как-то появилось. Глазки засветились, мягкости выше появилось. Есть такое? И в ощущениях, и во внешнем виде. Как же мне сделать так, какую магию мне применить, чтобы людям на меня было приятно смотреть, и чтобы мне самой на себя было приятно смотреть, и чтобы я ходила вся такая светящаяся. Какую магию нужно применять? Ну вот, смотрите, с любовью это сложно. Помните, мы вчера выясняли, что любовью не прикажешь. Вы знаете, бывает, что дома два животных, и одно животное когда умлеешь и таешь, а второе, ну ты понимаешь, что его тоже надо любить, раз оно дома есть. Но как-то вот, это хорошо, ну хорошо относишься, но умлеешь и таешь, то есть вот именно любишь ты второе. Так бывает, бывает, что обоих любишь. Поэтому есть люди, у которых не получается, они не любят свое тело, они не сроднились. Конечно, конечно. Раз уж так получилось, что вы с ним соединились и создали этот симбиоз для того, чтобы взаимодействовать с трехмерным грубоматериальным миром, раз так уже случилось, и оно вам преданное, оно будет с вами до конца, ну куда вы от него не денетесь, оно от вас, то, соответственно, надо установить с ним хорошее отношение. Вот, если получается любить, это прекрасно. Мне с детства повезло, я его всегда, во-первых, я всегда понимала, что оно не я, особенно в раннем детстве, когда быстро растешь и быстро меняешься. Проходишь мимо зеркала и периодически думаешь, господи, кто это? Как-то я о себе совсем не так думаю. Ой, кто это? Я не такая была когда-то, когда-то. Там где-то, что-то было совсем другое. Оболочка не так выглядела. Потом постепенно привыкаешь. Но в детстве, вот, не знаю, кто из вас помнит, те, кто помнит, наверное, вот это ощущение тоже помнит, кто себя с детства запомнил. Ой, в своем зеркале. Вот, так что мне повезло. И я как-то всегда эту зверушку любила, и несмотря на множество имеющихся недостатков, я всегда говорила, ну, окей, оно же мое? Мое. Что есть, другого не будет. Хорошее, все делает, там, ручки, ножи, ножки на месте, там, столько всего интересного сделать может. И поэтому, соответственно, я к нему как-то вот тепло относилась, но вообще не любила я ее, короче. А у моей мамы у меня были проблемы с ее зверушкой. Там любви и наблюдалось. И я просто видела, что как-то я особых усилий не прикладываю. Зарядкой не занимаюсь, йогой не занимаюсь, диету не держу. Вообще ничего не делаю, я не человек. Но если я хожу летом с такой, с маечкой с открытыми ключами по улице, он говорит, а, ну, конечно, ты там йогой занимаешься, такие мышцы. Боже, упаси, ничем я не занимаюсь. Так, я просто его люблю. Искренне. Но если у кого-то не получается любить, то хотя бы трогать, гладить, ласкать. Вот вам, пожалуйста, магический прием от бессонниц. Что делать, когда ты лег под одеяло, а сон не приходит, а приходят вместе с нами всякие дурацкие мысли, та самая психическая энергия, которую мы все никак не можем научиться управлять. У вас всегда есть что делать. С вами ваше домашнее животное. Вот лежите под одеялом, пробуйте его за все места. Разговаривайте с ним, гладьте его. Как только мысли куда-то улетели, вы их обратно хватит и пошли гладить собственное тельце. И трогать. И если у вас есть маленькие дети, никогда не запрещайте им трогать свое тело. Вот вчера мы тут говорили про магию секса, секс как магия и так далее. А вы знаете, что нужно, чтобы он был действительно магией? Это же огромная составляющая нашей жизни в паре. Можно вот люди живут вместе и говорят, да, я очень ее люблю, я очень его люблю, мы хорошие друзья уже давно. Ну, как-то вот мы живем как брат и сестра, мы очень его дружку любим. То есть не спим вместе, короче говоря. И как-то радости в глазах этих людей не наблюдается. А есть пар, где они там ругаются, и ссорятся, и сбегаются, и разбегаются, и дым коромыслом. Ну, ходят с такими сияющими глазами. Даже если она о нем говорит и ругает его, на чем свет стоит, у нее все равно такой огонь в глазах. У нее все хорошо в постели. То есть вот в этом трехмерном мире одна из разновидностей познания этого мира, познания друг дружки, мужчины и женщины, это взаимодействие через секс. Мы для того разделились беспощадно на женщину и мужчину. Спесня такая, разделились беспощадно на женщину и мужчину. Чтобы вот это познавать. А как можно познать другого, или как можно позволить другому человеку познать себя, свое тело, если ты сам его не знаешь, не ласкаешь, не нежишь, не в курсе, что ему приятно, неприятно, и насколько стесняешься его. В принципе, невозможно. Причем, если женщина там еще куда не шла, у мужчин вообще огромные проблемы. Потому что если две девочки маленькие, им можно друг дружке косички заплетать, друг дружке волосики расчесывать, за ручку ходить можно, там платьюшки друг дружке как-то примерять. Для девочек это нормально. У мальчиков вообще кошмар. Два мальчика там лет в десять пойдут за ручку, все, все, это катастрофа. Это же засмеют, и просто и заплюют, и как угодно. Хотя, кстати, на Востоке, вы знаете, да, что Восток колыбель искусства любви. Вот я гуляла по Индии. Кто там был, наверное, обращали внимание. Совершенно нормальное дело. Молодые ребята, индусы, идут в обнимку. Вот прям вот так. Они не гомосексуалисты, они просто друзья. За руку идут ребята, они просто друзья. Это ничего такого. Секс не причем. Почему, если женщинам, девочкам можно такое проявление чувств? Почему мужчинам нельзя? Они что, думаете, так не чувствуют? Чувствуйте. Чувствуют. Так же чувствуют. Просто в нашем обществе вот так принято, что женщине можно хоть какое-то внешнее проявление ласки к другой женщине показывать, это считается нормальным. А мужчине нельзя ни к себе, ни к другому мужчине. Это считается ненормальным, и обязательно трактуется как какое-то сексуальное извращение. Это вообще не так. Вот я вам покажу потом чуть позже. Очень интересное видео. А, собственно, не буду показывать долго. Я вам так расскажу. Тот самый замечательный господин Капранов. Он рассказывает, как ему однажды делали массаж первого раза в жизни. Арома-маслами. Выбрал он масла и стали его натирать. Женщина стала его натирать, профессиональная массажистка. И он так напрягся, замер. Чего это со мной такое делают? Как на это реагируют? Что-то вообще непонятно. Как теперь вот с этим совсем дальше жить? И что делать теперь? И долго там лежал и представлял себе, что он шахер-шейх, которого наложница натирает ароматическими маслами там на востоке, под опахалами, пока не расслабился. Но это заняло какое-то время, потому что в нашей культуре в мальчиках культинируется закрытость, зажатость, отделенность от другого мужчины, от другого мальчика и от девочки. Чего-то ты девочку трогаешь, если трогаешь, значит, обязательно хочешь. Чего-то ты мальчика трогаешь, это тоже обязательно как-то с сексом связано все непременно, хотя даже если и так, что в этом плохого, в этом тоже ничего плохого нет. Какая разница, каким способом и кого любить? Главное же любить. Почему это плохо? Вон древний Рим завоевал полмира, а древняя Греция создала величайшие произведения искусства. А там как бы не было никаких проблем потрогать мальчику, потрогать, погладить мальчика и любить его способами. Великой цивилизации ничего такого. Поэтому упражнение на самопознание магия любви начинается с очень простой вещи. Ванной, под одеялом и вообще при любом возможном случае трогать собственное тело, гладить, прикасаться, проверять, как ему приятно, везде. А теперь попробуем сделать такую вещь. Следующее упражнение. Помните, как мы вчера взаимодействовали с предметами? Включили. Да? Хорошо. Значит, делаем такое упражнение. Сейчас все встанем в кружок. Кресло немножко как-нибудь назад. Встанем в кружок. Спасибо. Спасибо.